Здравствуйте, дорогие друзья. Среда, праздник в Пейсах, счетомера, Нецех в Хэссиди. Очень так сложно звучит. Нецех в Хэссиди. Но я объясню это попроще. Сегодня надо попытаться разобраться, насколько мои чувства постоянны. Выдерживают ли они испытания и разочарования. Не получается ли, что все зависит от моего настроения раздувшегося я. Стоит ли я в хорошие времена так же, как и в плохие. Вот подумать об этом и сделать выводы, это тренинг сегодняшнего дня. Мудрецы говорят, что если человек задает себе вопрос, хотя бы иногда, правильно ли я живу, делаю ли я все, что должен в жизни, он уже на правильном пути. Надо понять, как осуществляется связь с Творцом. Святость вообще, какая-то присутствие Творца только там, где мы его пускаем. Спрашивается, где Бог, там, где мы его пустили. Если освободил хоть какое-то место для Творца, тогда ты можешь его почувствовать или увидеть. Про эгоистов не зря написано, эгоиста гордецей, не могу с ним находиться под одной крышей. Почему? Потому что раздулась так, что туда не влезешь. Когда мы убираем свой эгоизм, освобождается место для Всевышнего, даем ему войти. И тогда мы что делаем? Тогда мы укрепляем наш дух. Ведь дух и тело, они как бы сосуществуют в этом мире. И тело важнее, потому что когда дух покидает тело, вы знаете, что с телом происходит. Каждый из нас послан в этот мир, в мира высшего, с одной единственной целью. Чтобы служить, отпусти народ, чтобы он служил мне. Чтобы служить и исправлять. Исправлять то, что мы уже наделали, приходя в этот мир. Люди возвращаются сюда, чтобы исправить какой-то совершенный имя проступок, грех. Это связано вот с главным испытанием жизни. Там, где нас трудно, там, где нам трудно, простите, там, где нам какие-то препятствия нагромождены. Вот там вот те исправления, которые от нас ждут на небе. Обратите внимание на одну вещь. Жизнь после смерти и воскрешения мертвых являются фундаментальными. И какими-то такими, знаете, глобальными принципами еврейской веры. Однако Танах предпочитает не говорить об этом. Все сосредоточились на том, что Бога надо искать в этой жизни, в этой планете. Вопреки смертности. Не мертвые восхвалят Бога, говорится в псалме. Бога следует искать в нашей жизни с трудностями, опасностями, утратами, скорбью. Нашей. Так построен мир. Надо видеть мир честным и трезвым взглядом. Знаете, как раньше пьяных водителей приводили, там такой небольшой участок, дороги, прямая линия, они должны были проехать. Однажды привели водителя, он говорит, так дорогу выровняйте, я проеду. То есть то же самое в вопросах веры. Вера сама по себе простая и верная. Вся проблема в голове. Человек прямое видит кривые. Все можно доказать, но только не пьяному. Нас самих судят по поступкам. Поступок человека это семя, росток, из которого произрастет потом награда, хорошая или плохая. Само семя станет большим плодовым деревом. Это и есть награда. Поэтому Тора называет вот место наслаждения, рая там, как Гадеден, садом. Это место, где семена прорастают и становятся деревьями. Там реализуется все, что в потенциальном состоянии было в нашем мире. И это главное разделяющее веру и безверие. Человек веры, он видит жизнь как семя. Над ним смеются, говорят, ты упускаешь время, сейчас можно было сходить куда-то, погулять. Он говорит, а зачем? Я сею, я забочусь. Я хочу, чтобы потом выросли деревья. Это не значит, что человек уходит в схимну куда-то, прячется. Но потратить свою жизнь только на гулянки, ну это очень сложно. Можно изменить все уже сегодня. Мистические источники, кстати, утверждают, что духовный статус человека остается таким же, каким он был в момент его прихода из земной жизни. Вот в момент ухода человека из мира фиксируется его состояние. Не среднее арифметическое всех жизненных взлетов и падений, а именно вот этот момент. И как ни удивительно, это означает, что плохо прожитую жизнь можно исправить моментально перед самой смертью. Просто никто не знает, когда, да? Вот мудрецы просто говорят, что раскаясь сегодня, потому что ты не знаешь. И хорошо прожитая жизнь может быть основательно подпорчена, к сожалению, тоже, если человек на последнем рубеже как-то тоже сдался. Один Равилл пояснял это следующим образом. Жизнь похожа на гончарное дело. Человеку дается мягкая глина для лепки. После истечения какого-то времени фигурку ставят на конвейер, и она поступает в печь для обжига. После обжига уже все. Фигурка приобретает законченную форму. И уже ничего изменить нельзя. Если человек ленивый, ничего не сделает с глиной за те, там, сколько минут, что ему дали, ему за последнюю секунду трудно вылепить что-то красивое. Так же со своей жизнью. Но одно неловкое движение в конце, даже когда ты сделал потрясающе красивую фигуру, фигурка может превратиться в ком глины. И после обжига не останется усилий даже, и следа тех усилий, которые были в жизни. Вот это будет страшно. Поэтому надо как бы понять, что тут совокупность. С одной стороны, сказано мудрецами. И это самое важное на сегодняшний день. Я имею ввиду по Сверата Омеру, по дню. Что сказано? Раскайся за миг до смерти. А говорят, а как, откуда я знаю, когда? Тогда сейчас. Ну вот это такая философская сентенция. Ну человек часто в этом мире начинает грустить, начинает нервничать. А почему? Да потому что он видит, что не той дорогой идет. Но признаться себе в этом иногда очень сложно. А от грусти, происходящей от излишнего эгоизма, есть простое средство. Его научили нас мудрецы. Найди кого-нибудь, кто еще грустнее тебя, и помоги ему. Что собственно происходит? Причина, по которой мы грустим, это потому что мы слишком погружены в себя. Поддержать другого. Выйди из своего вот этого измана. И соответственно радость войдет в тебя. Освободи место от своего излишнего я, и мир совершенно иначе заиграет другими красками. Брахава от слаха всего самого-самого лучшего.